Привет. Сегодня мы предлагаем вам вместе со мной вспомнить, понастаргировать по всем популярным мемам уходящего года, а также узнать, какие мемы были самыми лучшими и смешными. Давай, история мемов в 22-м году. Это такая хорошая жанра, это краткое содержание. Начало года. Но один мем так не хотел оставаться в 2021-м, что эволюционировал и стал еще более популярным. Да? Да, всевозможные лица мистера Исключительного стали первым мемом в этом году. Он достаточно долго держался. Долго, долго, долго. Позже каких только вариаций не наделали. Стареющие лица, грустные лица. Говоря о грустном, я бы хотел вам сообщить печальную новость. Нас пропал синий хайки-вайки, ребят. Нееет! Хайки-вайки, нет, 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 брат! Он сгорел! Пропал, но зато стал популярным мемом. Это персонаж из новой хоррор-кубрии. Нет, такого я не видела. Но все же этот мем был не в главных ролях в этом году. Были мемы и популярнее. В главных ролях. Конченый идиот. А, вот этот мем, этот мем я слышала. Так, эти три из Сатпула стали не просто читерами, а полноценным мемом. Но представить главных героев можно было не только с помощью них. Можно использовать просто презентацию. Например, такую. Знакомьтесь, это Саня! Саня любил играть в Бравл Старс. Но любил ли он играть в Бабл Квас? Бабл Квас стал, наверное, самой популярной мемной игрой в начале 2022 года. Да, да, да. Но мы в нее не играли. Тоже, буквально пару недель и все, и забыли. Все в нее поиграли, все-все-все поиграли, а потом все. Карт такой резкий и резкий спуск. Все. Мем самого себя в эту игру. Но и, конечно, мемы животными не заставили себя ждать в новом году. Особенно коты. Так, Чмоня стал самым любимым животным в 2022. Что он хорошенький? Он точно пришелся по душе. Но я знаю того, кому фотошоп точно не понадобится. Ведь он и так очень крут. Конечно, я говорю о крутых скелетах. Что? Что? Это какие-то картинки... Да, я смотрю. Балышариков. Хе, сейчас я кого не видел. Пилка вил. Хотя не очень-то они и крутые. Мне на это только хочется сказать. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? С помощью этого мема можно было показать самую тупую тупость, которая только была. Хотя тупость для каждого может быть своеобразная. Например, кто-то посчитает тупым налепить на фотографии стикер с усами и надписью «Обед уютненько». А кто-то сделает из этого полноценный мем. Где на поле... Я вообще не видела таких мемов. Серьезно, что это такое? В этом году они смотрели не пути сильно. Да, вообще жесть. Я бы не стал вешать очки с усами, потому что, говорят, он как-то связан с Даркнетом. Ты как-то связан с Даркнетом? Я не просто связан, я им управляю. Хоть этот кот и связан с Даркнетом, но ему точно не сравнится с котом Носком, который попал где только нельзя и можно. Жаль, Носок не может нам рассказать свои истории с путешествий. Я же тебя прифотошоплен. Вполне можно вести диалог, что доказал стример Айсовский и создал один из наиболее популярных мемов в этом году. Говоришь, что Бен, да, был популярный. Но я все равно не поняла его прикола. Бену начали задавать самые разные вопросы. Например, Фортюнайте или Бабаджи? А нет, этот вопрос задавали не Бену, а этому парню. Фортюнайте или Бабаджи? Была ли Бабаджи? Это тоже было мемом, да. Что когда хочешь прибавить громкость на телефоне, но случайно делаешь скриншот. Подеттер идеально подходит мем вот с этим мужиком. Ладно, на телефоне еще можно случайно жмать. Но вот, например, на болгарке было бы нежелательно. Пожалуйста, распили меня болгаркой. Это где-то я слышала. Распили меня болгаркой. Ну распили. Хоть этот мем и появился в 2022 году, но почему-то он мне напоминает мем из 2020 года. Говоря о цифре 20, мне сразу на ум приходит еще один мем. А именно... Ого, 20 миллионов мощи? Научи меня. Эх, чувак. Во-первых, ты выбрал не ту цивилизацию. В этом году был поставлен рекорд по самому громкому храпу. Наверное, вы догадываетесь, о чем я говорю. Говорят, это охранник, заснувшись включенным громкоговорителем. Но кто знает. Вот чего я точно не знал, что кто-то вспомнит про игру в кальмары в 2022 году. Кто смотрел игру в кальмары в 2022 году? А, это... Да. Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. И это не мое признание. А мем с жизненной ситуацией. Нет, подожди, ну это же старая очень шутка про этот ялковый мум. Они изначально обрезаются. И получается не то, что ты хотел сказать. Инстаграм сильно обрезает начало голосовых сообщений. Я не гей. Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Ну вот что хотят сказать нам вот эти существа, я вообще не имею понятия. Но с ними наделали кучу разных мемов. Эти монстры хоть и умеют петь, но битбоксить не особо. Но зато я знаю, кто в совершенстве владеет этой техникой. Конечно же, это кактус. С которым все так любят устраивать виду... Я видела кучу таких, только не кактусы. А в форме хаги-маги, таких танцующих горшках, да, такой же формы. Ты видел? Переходы постоянно продаются. Да. С каждым раз новыми героями. А до этого были кактусы. Да это были кактусы, это были охранники из игры в кальмара, такие же тоже вытянутые странные. Бокс-баттлы. Когда Бен уже начал терять свою популярность, про него резко вспомнили. Точнее не про него, а про его женскую версию. Оказывается, существует какое-то правило, которое гласит, что у всего есть женская версия. Это работает и в обратном порядке. Интересно, есть ли женская версия у следующего мема? Хотя что-то я сомневаюсь. Виктор Корнеплот вообще мем из 2020 года. Но про него почему-то решили вспомнить и в этом году. Суть мема изначально сводилась к подражанию старославянских легендам и мифам. Но его превратили непонятно во что. Есть еще один мужчина с бородкой, который стал объектом мемов. Точнее, даже не только он, а целая вселенная из сериалов Breaking Bad. И лучше звоните Солу. Там такая заставка. Ведь это вообще из сериала должна быть, да? Одним из первых был Вена Мичи Инна Сама. Или вот, например, 3D Сол Дудман. Видел? Вот это вот. Мем. Я не знаю, почему он мем. Кстати, музыка из интро-сериалов была самая по себе своеобразной мемом. Еще один музыкальный мем был вот с этим котом, который... ШНАПИ 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 С ним сделали вот такую анимацию под ШНИШНАПИ ШНАПИ 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 Еще один котик стал мишенью для любителей фотошопов. С ним даже сделали специальную схему, с помощью которой можно было забрать вот такую бумажную поделку. Маленького себе. Эльгату. Что-то слишком много мемов с котами существует. А вот с пингвинами, например, не очень. О, Нут-Нут. Но в этом году один стал популярным. Да. Причем он же очень старый. Сейчас. Ла-ла-ла-ла-ла. Этот пингвин говорит на выдуманном языке. Лучше бы одно беседшее слово было выдуманным, которое пришло в употребление в этом году. Конечно, я говорю о слове ПОН. А все по-другому от этой пикчи с акулой. Сможете ли вы сделать транскрипцию этой песни? ПОРИП ПИП ПИП. Это было недавно в экзамене по мемам. На деле тут нет слов. Но вот, люди услышали тут ТУРИП ИП ИП. И сделали из этого мем. Это, кстати, пошло от уже выше упоминанного мема. Я не понимаю, почему вы у нас третий мем, у меня в мозг вытекает. А-а-а, я знаю, что за песня. Слушай, так похоже. В принципе, если ты прописи это слово так. Где на самом деле поется Слишком уж много в этом году было мемов с песнями. Вот еще пара популярных. Кумала Савеста. Со словами из американской лагерной песни, которая переводится как Беги, лети. Мама, ама, криминал. Но тут в переводе не нуждается. Мне кажется, это такая старая песня про маму-криминал. Неожиданно под конец лета 2022 года А, да, это было очень странно, откуда. Персонажи из старого светского мульчика «Остров сокровищ». Американцы сравнивали персонажей с гигачадом и смотрели мульт с субтитрами. А момент, где доктор Лив сидит под фонг, стал, наверное, самым популярным и запоминаемым, чем за этот год. Внезапно причем, да, под конец года? Многие люди благодаря этому вообще узнали про этот мультфильм. И это приятно. Один из самых крутых мемов. И уже ближе под конец года появился еще один мем, который был не хуже. Мудрый дуб или мудрое мистическое дерево. Он появился из рекламы игры. Только вот в самой игре этого дерева никогда и не существовало. По моему мнению, это стало мемом из внешнего вида этого дерева. Но вы просто гляньте на это лицо. У меня даже вот есть снежный шар с ним. А вот следующее развивает у меня сомнительные чувства. Но на самом деле я просто вспоминал свое путешествие в Огайо, где происходит всякая жесть. Это реально штат США, из которого сделали мем. Люди начали заявлять, что Огайо хочет захватить мир. И вообще его нужно изолировать от всех. Но это сравнивает с штат Саратовом. Старый прикол с Огайо, видимо. Ага, я... Да, это мы смотрели недавно. Да, да, да. Следующим мемом в году стало вот это же мем. Не говори так! Не говори так! Не говори так! Это благодаря тому, что мы недавно экзамен смотрели. Не говори так! Ее зовут тетя Мотя. Она сняла тиктук, где произносит текст с эмоциями и стала популярным мемом. 2022-й не стал исключением для ноябрьского челленджа. Но на этот раз его мог не пройти никто. Потому что 27 ноября этот медведь собирался уничтожить Землю. Изначально этот медведь был персонажем на детском канале про Облоксу. Но внешность обманчива. Новый взгляд на мемы также привнесла новая китайская нейросеть, которая делала из картинок аниме. Да, что до сих пор. У меня куча рекомендаций. Просто делала... Просто чем бывает таки нелепо-нелепо. Максимально нелепо. Я ни разу не додался зайти в это приложение, чтобы что-то закинуть. Да. Мы всегда отстаем. Когда люди надоест это делать, мы... Ой, точно! Я же китайская нейросеть! Почти-ка попробуем! Почти-ка попробуем! Мы такие модные! Вот, например, мудрый дуб. Или тот же ходилки-бродилки. Но и самая последняя популярная мема в этом году стал мужчина, который оставил свой отзыв о Бургер Кинге. Бургер Кинг-говно! Бургер Кинг-говно! Бургер Кинг-говно! Говорят, что ему не положили стол в боках. Но нельзя и исключать, что он является директором KFC. Но вот такие вот мемы были в этом году. Их было не основывало, но некоторые были прям неплохие. И чтобы оточнее... Это Гигачат был прошлогодний мем? Я провел опрос среди всех мемов. И давайте посмотрим на топ-10 лучших из них. Десятое место. В главных ролях. Мем реально оказался в главных ролях в этом году. Хоть и не на первом месте. Девятое место. Пон. Но тут можно только одно сказать. Пон популярный. Восьмое место. Говорящий Бен. У кого-то на телефоне возможно до сих пор скачана эта игра. Сначала появление мема. Седьмое место. Мемы со вселенной Брейкин Бэда. Культовый сериал равно крутые мемы. Шестое место. До сих пор причем. Это был вообще один из самых запоминающихся звуков в этом году. Пятое место. Огайо. В Огайо даже не смогут посмотреть этот топ из мемов. Четвертое место. Мудрый дуб. Если вам больше десяти лет и у вас есть... Что? На первом месте будет, мне кажется, Доктор Ливси. Нет? Бронза забирает ходилки-бродилки. Медведь, который говорит странным голосом. Да как? Мы про ходилки-бродилки узнали только когда смотрели последний экзамен. И на первом месте, я думаю, что будет Доктор Ливси, который шел. Да, да. Он как-то очень сильно стал популярным. Остается мема Бургер Кинг говно. Если честно, мне уже даже жалко Бургер Кинг. Ну и самым лучшим мемом в 2022 году. Доктор Ливси, пожалуйста. Вот. Это было очевидно. Он что-то был везде. Знаешь, что сейчас было бы еще мемом, мне кажется? Танец Венздей. Танец Венздей был бы. СНГ. СНГ. Нет, есть пробел. Танец Венздей пропустил. Потому что он прям в самом-самом-самом конце появился. Он не сделал про это мем. Видос не сделал, не бери. А может это не... Кстати, как ты действительно отбираешь? Это будет мемом или не будет мемом? Есть какое-то, знаешь, качество сертификации мема? Нет. Мема, это когда вот зашло, то есть все начали распространять. В Венздей я знаю, что зашло, потому что в ТикТоке она прям очень сильно распространилась. Распространились, значит мем, все. Да. Поэтому долго... Это значит, что такое мем, в принципе, мем? Не знаю. Это просто что-то популярное либо это то, что смешное именно? А вот я не понимаю, потому что некоторые мемы вообще не смешные. Ты смотришь и думаешь, господи, что за хрень вообще странная? Ну почему-то это мем. Да. И ты такой... Слушай, мы не знаем определение мема. Ну вот я помню, в моей древности, то есть когда я была в школе, в старших классах, был мем, я не помню, это называлось мем или не мем, Slowpoke, я помню был. Знаешь, такой покемон и Slowpoke. И там был такой прикол, что типа если ты тупишь, потом кто-нибудь сцилает картинку с этим Slowpoke. Ну то есть это как шуточное что-то было, понимаешь? Хочешь сказать, что такое мем? Что такое мем? Любая идея, символ, манера, ситуация, образ действия, осознанно, неосознанно, предаваемая человеку посредством речи, письма. А! Жестов, ритуалов. А, так это у нас просто это новое придумали штуку. У меня такое же было, это как у меня мистер Джипетта и папа, это мой тоже локальный мем в семье. Ну, короче, все что угодно, что передается через людей, распространяется. Что-то популярное. Да, что популярное. И картинка может быть, и какое-то выражение, то есть все что угодно, и песенка какая-нибудь, звук какой-нибудь. Да, и просто друг другу все скидывают, и получается. Да, и оно как-то распространяется. И это мем. Это общекультурный код становится. И это стало мемом. Да, и все. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.